Всем бодрого настроения, ребята! И сегодня распакуем одну очень диковинную штуковину. Я, если честно, даже толком не знаю, как она называется. Увидел в интернете рекламный ролик, где с помощью данного приборчика делали яичницу в виде таких специальных, знаете, колбасок на палочке. Решил, что с ребенком приготовить подобный завтрак будет интересно, заказал и вот она у меня. Опа! Судя по коробке, китайцы я уже кому-то отправлял. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые распаковки и обзоры. Ссылки на данный приборчик я также оставлю в описании. Кому интересно, можно будет перейти, посмотреть актуальную цену. Итак, в комплекте у нас здесь, собственно, куча каких-то пластмассок. Вот такая вот штука. Далее пластиковая крышечка. Сам прибор. Набор бамбуковых шпажек. Две инструкции. Естественно, все на китайском языке. Даже английского здесь нет. И вот такая вот поролоновая губка на палочке. Скорее всего, для мытья данного устройства. Так, ладно, понятно. Вилка, естественно, опять же, китайская. Сам приборчик выглядит вот таким вот образом. Все достаточно просто. Сверху небольшая металлическая вставка, которую при желании, в принципе, можно легко снять. Резиновые ножки. И все. Никаких органов управления больше на данной штуковине нет. Снизу характеристики имеются небольшие мощности в 25 ватт. Короче, ребята, полдня я уже мудохаюсь с этой штуковиной. Извел кучу яиц. Испортил кучу продуктов. Но вроде как сейчас я уже достиг такого определенного совершенства в использовании этой штуковины. И сейчас я вам хочу показать, как же в ней надо готовить. Для начала она включается в розетку. Где-то 2 минуты у нее уходит на разогрев. За это время внутрь наливается чуть-чуть растительного масла. И с помощью вот этой вот пластиковой штуковины из комплекта масло распределяется по стенкам, чтобы яйцо к ним не прилипало. То есть вот таким вот образом. Если налили слишком много масла, то в принципе излишки можно потом оттуда слить, допустим, в какую-то тару. Чтобы там не было слишком жирное. Вот. После этого делается каким образом. Берете сосиску на палочке. Вот. Шпажки также в комплекте идут. Опускаете туда сосисочку. Добавляете чего-нибудь по вкусу. В моем случае это лучок. И разбиваете туда яичко. И яичко. Основная ошибка, которую делаю постоянно я, это то, что я забываю посолить все это дело. Это вот мой самый главный косяк. Вечно забываю посолить. Ну да ладно. Соль, говорят, вредна. Все. После этого накрыли и ждем. Процесс пошел. Визуально это смотрится, конечно, ну очень необычно. Прямо рождение сосиски. Давай, 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 вылазь. Ну давай. Вот так вот. Готово. А вот такое вот блюдо. Яйцо, зелень и внутри сосисочка. Вид в разрезе, так сказать, для увеличения слюноотделения. Ну, смотрится прикольно. Как минимум необычно. Здесь очень много, как вы понимаете, вариаций приготовления данного блюда. То есть внутрь вы можете укладывать не только сосиску. Вы можете эту сосиску порезать кусочками. Вы можете сюда добавлять, допустим, крабовые палочки. Вы можете сюда добавлять какие-то овощи. Я не знаю, там, бобовые, например, все это перемешивать с яйцом. И укладывать. И будет вам счастье. Так, излишки масла уберем. Пиба не любим. Слишком жирно. В принципе, можно готовить просто яйца. Без ничего. Тогда вам необходимо два яйца. То есть, если вы их туда просто вот так вот заливаете, не взбалтывая, то два яйца, опять же, воткнули палочку для удобства выемки. И накрыли вот этой самой крышечкой из комплекта. Сразу хочу отметить, какой момент. Первые пять попыток я пытался готовить взбитые яйца. То есть, я их сначала венчиком взбивал, а после выливал сюда. Если вы готовите таким образом, то надо вместо двух яиц добавлять одно, потому что оно получается более пышным. И два яйца вылазит, скажем так, через край. Это раз. А во-вторых, у меня на взбитых яйцах так и не получилось добиться именно вот такой вот правильно колбаснообразной формы. Они у меня вечно какие-то получались. Я не знаю даже, как это дело описать. В общем, выглядели они нелицеприятно. Поэтому я отказался от идеи взбивать яйца. И выливаю их просто вот целиком. Тогда это в готовом варианте выглядит более-менее нормально. Штука во время работы сильно не нагревается. То есть, она вот здесь вот теплая. Ее спокойно можно держать руками. Верхняя металлическая крышка также не сильно горячая. Тоже, в принципе, спокойно рука ее держит. То есть, данный приборчик вполне можно использовать, допустим, с детьми. Они не обожгутся и им это будет как минимум интересно. Давай, 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 выходим, 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 выходим. Опа, закончили выходить. И вторая, собственно, порция готова. Вот таким вот образом. Собственно, подводя итоги про данную машинку. Машинка прикольная. Спору нет. Но целесообразно ли ее использовать на кухне как ежедневный агрегат, я очень сильно сомневаюсь. Потому что время приготовления сильно затягивается. Готовится только одна порция на одного человека. То есть, если готовить на семью, вы реально задолбаетесь. Но, как приколюха для развлечения, допустим, с детьми. Как приучение их к какому-то там труду. Как возможность их приучить самостоятельно приготовить себе завтрак в виде того же яичка с сосиской. Штука прикольная. Если есть вопросы какие-то, задавайте их в комментариях. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые распаковки и обзоры. У меня на сегодня все. Всем пока и не болейте.